Хочу рассказать несколько слов о романе Владимира Дудинцева «Белые одежды». Этот роман посвящен периоду Лысенковщины в советской биологической науке, когда генетика была объявлена идейно-враждебным течением в официальной науке, и воззрения тогда преобладали академик-агрономы Лысенко, который боролся с генетикой. Искоренял генетику, а заодно и самих генетиков в Советском Союзе. Главный герой этого романа – это молодой биолог Федор Дежкин. Он приезжает в небольшой город, вот то, что с ним происходит, описано в этом романе. О чем эта книга? Книга не только о верности науке, это книга о преданности своим убеждениям и своем человеческом долге, о чести, о достоинстве, о бескорыстии, о самоотречении, о поиске истины и ответственности за выбор собственного пути. Два слова о самом романе. Роман был напечатан в 1986 году, через 30 лет после того, что он был написан. И это стало огромным событием в литературной жизни времен Перестройки. В 1992 году был снят многосерийный фильм, экранизация этого романа, в который снялся Валерий Гаркалин. Я предлагаю вашему вниманию небольшой фрагмент записи, сделанной Валерием Гаркалином, который озвучил предисловие к этой автобиографической повести Дудинцева, где он рассказывает об истории того, как был напечатан этот роман. Наверное, вы знаете, что Валерий Гаркалин совсем недавно скончался от коронавируса. Вот это запись, запись его в памяти Валерия Гаркалин. Дежды. Глава из автобиографической повести «Между двумя романами». Замысел романа формировался задолго до начала собственной работы. Но, как было и с первым романом, я скрыл этот замысел и даже, более того, и в дальнейшем не открывал никому, о чем пишу. В начале 60-х годов в «Новом мире» было объявлено о том, что я для этого журнала пишу новый роман «Неизвестный солдат». «Здесь необходимо...» В то время я еще не знал, что за книгу напишу. Мое участие в составлении этого анонса объясняется главным образом тем, что единственно таким путем я мог заключить с этим журналом договор и, соответственно, получить аванс, в котором, как водится, чрезвычайно нуждался. В самом названии «Неизвестный солдат» скрывался эмбрион основной мысли нового романа. Мне уже тогда было ясно, что речь в новом сочинении не будет идти буквально о солдате, который погиб, оставшись неизвестным. Отнюдь нет. Задумано было таким образом, чтобы рассказать о человеке, работавшем в какой-то точке общества, делающем какое-то дело, которое он рассматривает как важное и нужное для общества. И делает его не ради наград и орденов, в противоположность иным карьеристам, но по внутреннему зову, некоему моральному императиву, обязующему человека создать нечто полезное. Это, так сказать, первый ясно видный слой будущего повествования. А под ним второй для пытливых умов. Вот когда роман уже был написан, я порой услышал, что же, речь ведь все-таки шла о картошке. Неужели за это стоило отдавать жизни? Это относилось к первому слою романа. А для пытливых умов скажу. Служение истине, в какой бы области она ни находилась, самое дорогое, что есть у человека. Когда тебе указывают, как мыслить, это наступление на ум и сердце. В таких условиях служение истине становится тайным и порой действительно стоит жизни. В заголовке «Неизвестный солдат» можно видеть, как в окружающем меня тогда тумане прорезался луч света. Идея романа «Белая одежда», в котором его герой Федор Иванович именно гонится не за награды. Он испытывает настоятельную потребность бороться против зла во имя торжества добрых начал и готов для этого торжества пожертвовать всеми своими благами и удобствами. Но потом, почувствовав остроту создаваемой книги, я, как и в случае с первым романом, начал прятаться, скрывать как саму работу, так и ее содержание. Прошло немало времени, и я думал уже, что о том анонсе давно позабыли, тем более, что аванс был давно списан. Говорят, однажды Твардовский спросил у ответственного секретаря Нового Мира Натальи Павловны Бианки, чем можем помочь Дудинцеву. И, услышав, что за ним числится аванс за ненаписанный роман, предложил поразмыслить, как бы списать. И поразмыслили в мою пользу. Так вот, думаю я, что о том анонсе забыли, а нет. Оказалось, что толковые люди из Нового Мира помнят объявление двадцатилетней давности. Однажды на пляже в Питсунде Диана в оркестре ТВ Келян, член редколлегии, спросила, когда же вы дадите нам ваш новый роман? Вы ведь обещали отдать его в новый мир? К тому времени у меня была закончена первая часть романа. Я давал читать рукопись некоторым писателям, находившимся в Питсунде, и очень ждал такого разговора с издателем. По приезде в Москву недели через полторы был заключен договор. Мне было понятно, какую ответственность брала на себя ТВ Келян, способствуя заключению договора на произведение, в котором автор выступал в защиту генетиков, очерняя Лысенко, Лысенковцев, а заодно и КГБ. Аванс при моем хроническом безденежье был в то время для меня живительным кислородом, и я вдохнул его с удовольствием, подписав договор. В ноябре 1985 года я принес в журнал уже законченный роман, весь целиком. И тут ТВ Келян уже не работала в журнале. Редколлегия прочитала и призадумалась. И вот они, посвящавшись, видимо, между собой, решили, что такое печатать нельзя. Плохо будет всем, без исключения, в том числе и главному редактору, Карпову, герою Советского Союза. Откровенно говоря, я удивился, когда журнал заключил со мной договор. И сразу замолчал, не подавал виду о своем удивлении. Но все время ждал. Вот прочтут они роман целиком. И сейчас же начнут расторгать договор. Единственное, все так и получилось. Кому-то пришла блестящая идея послать роман на рецензию в КГБ. Что и сделали. Печатать нельзя. Был приговор. Итак, редколлегия нового мира добилась отрицательного заключения на роман. С облегчением вздохнула и постановила расторгнуть договор. Не успел я получить телеграмму о расторжении договора, не успел ее как следует оплакать и всласть погоревать. Над всем этим не успел подумать, что где вот еще один так называемый крутой революционный поворот. Времена-то возвращаются. Говорят одно, а делают другое. Не успел я в полной мере пережить эти чувства, как раздался телефонный звонок. Владимир Дмитриевич? Да, я. Говорит Никольский Борис Николаевич, главный редактор журнала Нева. Слушаю вас, Борис Николаевич. Мы тут сред коллегии решили напечатать ваш роман. Слыхали у вас вроде бы нелады с новым миром. Так как вы посмотрите на наше предложение? Я готов вступить в деловые переговоры. Приезжайте. А я уже приехал. Звоню вам прямо с вокзала. Тут я положу трубку и говорю своей Наталье Федоровне. Ну, Наталочка, ставь духовку пироги. Уже по тону редактора, такому веселому и чрезвычайно ободряющему, конечно, Никольский прекрасно все знал и понимал, в каком я нахожусь положении. Я почувствовал, какой поворот намечается в моей судьбе. Гость подоспел прямо к горячим пирогам. За чаем мы основательно переговорили, и вскоре Нева заключила со мной договор. Как же такое могло случиться? А произошло так, потому что социум, для которого я исполнил социальный заказ, решил в свою очередь выполнить условия нашего негласного договора, в которых он обязался в случае неблагоприятного поворота меня поддержать. А именно, роман был к тому времени размножен неизвестными руками на ксероксе и гулял по стороне. Так он и попал впервые в редколлегию ленинградского журнала Нева. Прочитав рукопись, члены редколлегии решили, что роман надо печатать и отстаивать. Первой ласточкой был Даниил Гранин, который звонил мне еще до Никольского. У каждой редакции, надо сказать, есть в Москве свой приверженец, шпион, который сообщает данной редакции, что собирается печатать тот или иной журнал. И в этом нет ничего предосудительного. На месте каждого редактора я бы, например, завел себя пятерых информаторов, которые бы помогали мне ориентироваться в этом океане литературного процесса. Очевидно, был такой информатор и у Невы, который сообщил, что роман «Белые одежды» находится в новом мире и что с ним происходит. Кстати, я сам однажды присутствовал в некой редакции при телефонном разговоре, с которого я понял, что у печатания романа есть закулисная сторона. Не только Нева держала роман в сфере своего внимания, за ним наблюдало еще несколько журналов, но их редакторы, прочитав рукопись и похвалив ее, заключили «не пойдет». Однако один нашелся. Помню, когда вопрос о печатании в Неве был решен окончательно, к нам с Никольским на пляже в Пицунде подсел очень уважаемый мною редактор одного толстого журнала и так осторожненько дал понять, что в случае чего готов напечатать этот роман. Как бы там ни было, а роман «Белые одежды» перешел в Неву, и, надо сказать, там ему оказалось очень удобно. Между тем, его начали готовить в набор, и мой небосклон поголубел, дни стали солнечными. Я получил аванс, причем из расчета полного объема романа, 37 печатных листов, и, как говорится, раб судьбу благословил. Как вдруг снова потянуло серы. Понимаете ли, старики консерваторы, от которых во многих учреждениях многое зависит, не приняли моего романа. Эдаки, понимаете, корпус стариков, возросших при Сталине, набравших силу при Брежневе и получивших в обе эпохи свои ордена, свои звания и генеральские папахи, усвоившие сталинскую табель о рангах, вписавшихся в нее. Не так давно был в Гамбурге. Мой знакомый бизнесмен, прокатил меня на своем Мерседесе в курортно-городишко Травеменде на побережье Балтийского моря. Там мы осмотрели места, где отдыхает, развлекается буржуазия, пообедали в хорошем ресторане, где я мог наблюдать этих воротил, как говорится, ин виво в жизни. А потом мы пошли знаете куда? В казино. Там, за игорными столами, я воочию увидел людей, являющихся порождением того самого порядка жизни. Там сидели старушки, шевеляющие пальцами свои гроши в радикюлях и ставящие на зеро, на красное и черное, какие-то жалкие пять марочек. Иные просто сидели лихорадочно, наблюдая за рулеточной вертушкой, за бегом ее шарика. Видел я там людей и побогаче, выкладывающих на какую-нибудь цифру сто марок. Мой бизнесмен, недолго думая, бросил на зеро две тысячи и тут же их проиграл, нисколько не изменившись при этом в лице. Поставил и я свои десять марок, выиграл, но не удержался, поставил снова и все проиграл. Так я вкусил все стороны этого явления, которое имело возможность наблюдать. Пресловутая табель о рангах это бюрократическое казино, в котором сидят старики и с бешеным огоньком в глазах следят за тем, как крутится бюрократическая вертушка карьеризма. Кого пора отправлять в послы, кого снять в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья, а кого в связи с переходом на таинственную другую работу. Это упоительная карусель, это рулетка, от которой невозможно игроку добровольно оторваться, тем более, если в том орехе, где должны быть мозги, у него совершенно пусто. Однако Нева продолжала работать. Мне посчастливилось видеть этих людей редакцию журнала в настоящей отчаянной борьбе. Не помогало и то, что против публикации романа вроде бы не возражал и ленинградские обком партии. И вот к концу года подошел такой момент, когда надо было срочно решать что-то. Цензура, скромно именовавшая себя Глафлитом или Гарлитом, все не давало добро. И первые четыре номера журнала могли выйти в новом году с пустыми страницами. Редколлегия Невы принципиально не готовила другого материала на место романа «Белые одежды». Одну за другой отправляли телеграммы Александру Яковлеву, Горбачеву Михаилу Сергеевичу за подписями всей редколлегии во главе с Борисом Николаевичем Никольским, Граниным, Дудиным. Ответа все не было. Борьба продолжалась, однако время на дворе было уже иное, и, наконец, лед все-таки тронулся. 31 декабря 1986 года журнал был подписан к печати. Первый номер «Не вы» с романом «Белые одежды» вышел 12 февраля 1987 года. Владимир Дудинцев «Белые одежды» «Белые одежды» «Белые одежды» «Белые одежды» «Белые одежды»